Тема экспериментов над людьми волнует и вызывает море неоднозначных эмоций у каждого. Мы выбрали несколько экспериментов, которые послали Этику к черту. Широиши. В роли главы знаменитого японского подразделения 731, занимавшейся тайными исследованиями биологического оружия, глава медицины Широиши проводил жестокие эксперименты на десятках тысяч людей в ходе Второй мировой войны. Широиши исследовал на заключенных техники вивисекции без анестезии. Другими словами, он проводил жестокие хирургические эксперименты на заключенных, вскрывая их и поддерживая их в сознании без использования анестезии. В ходе своих экспериментов он также подвергал беременных женщин процедурам, которые приводили их к абортам. Он подвергал заключенных изменению в их физиологическом состоянии, вызывая инсульты, инфаркты, обморожения и гипертонию. После своего поражения в 1945 году Япония распустила подразделение 731, и Иши приказал казнить всех оставшихся пациентов. Спустя непродолжительное время после этого он сам также был арестован. А затем уважаемый генерал Дуглас МакАртур заключил соглашение с доктором Иши. В обмен на неприкосновенность от Соединенных Штатов он должен был предоставить все имеющиеся у него данные по вирусному оружию, полученные в ходе экспериментов на живых людях. Ядерный след в крови Вокруг проекта Манхэттен до сих пор, даже спустя 73 года, вертится полно тайны загадок. Именно благодаря ему человечество узнало про такую страшную вещь, как огромный ядерный гриб, разрастающийся над цветущими городами. Но одним только Хиросимой и Нагасаки американцы ограничиваться не собирались. Страшные вещи происходили еще на стадии опытов. Креативный подход разработчиков не вызывал подозрений у пациентов, которым вкалывали инъекции плутония, чтобы посмотреть, как быстро испортится толпа уколотых. Разумеется, пациентам ничего не сообщали, пока в 1945 году не начали обнаруживать у них интересные болезни и обилие плутония в организме. Затем исследователи собрали их выделение и взяли образцы костной ткани, чтобы узнать, сколько плутония в организме сохраняется и сколько уже вышло оттуда. Половина больных ожидаемо заболела раком, но исследователи предпочитали умалчивать сей факт и вместо этого называли им другую, менее страшную болезнь, например, язву. После чего предлагали неплохую стипендию, чтобы больной находился в поле зрения и легко поддавался дальнейшему исследованию. В декабре 1946 года врачи опомнились и проект расформировали. Правда, в 1947 году была проведена дополнительная вакцинация 18 пациентов, которым вкололи загадочное новое вещество. Кал и костная ткань пациентов забирались для исследования вплоть до 1950 года, пока от вакцины не умер последний испытуемый – добровольцы. Дело было во время Второй мировой войны, и американцам понадобилось 60 тысяч добровольцам, которым захотелось бы понюхать горчичный газ, смешанный с не менее ужасающими веществами, такими как соединение мышьяка с люизитом. «Стойте в том углу и не обращайте внимания на туман, который заставляет ваши лица буквально таять». Примерно так звучали указания ученых. В эти специальные отряды смерти записывались, как правило, черные, мексиканцы, пуэрториканцы и другие небелые граждане страны. Когда ядовитая смесь сыпалась, все буквально сходили с ума. Им казалось, что они оказались в огне, они начинали кричать, вопить и пытаться вырваться наружу. Некоторые ребята падали в обморок, и когда наконец открывалась дверь, их полуживыми выкидывали наружу. У кого-то на всю жизнь остались химические ожоги, у кого-то последствия оказались еще серьезнее. Но несмотря на это, участники программы держали свой рот на замке до 1980-х годов. Тогда наиболее пострадавшие начали требовать компенсацию. Жертвам испытаний пришлось на деле доказывать, что они были отравлены газом, и это произошло лишь в 1991 году. А сами дела рассекретили только в 1993-м. Субтитры создавал DimaTorzok